Частенько нас просят сравнить машинки, чтобы не одна машинка, не две, не три, не четыре. Ну попробуем это сделать. А точнее мы вам покажем те машины, которые вы сейчас можете спокойно приобретать. Да, время приобретения машин за миллион закончилось. Да, сейчас приобретаются машины, надежные машины проверенной времени. Машины представлены в автограде. Часть из этих автомобилей попадает под президентскую программу. Ну например, вот эта Хенде Элантра. Часть из них попадает под программу льготного финансирования. Как например наши замечательные Фиаты. Солерс Кредит 0%. Что мы здесь видим? Мы видим прекрасные автомобили, которые зарекомендовали себе в городе Магнитогорске. И именно эти автомобили вы себе приобретаете. И не задумывайтесь ни о чем. Не бегайте за новинками. А то вот один товарищ сбегал за новинкой. А потом знаете как на запчасти попал? Вам это надо? Вам этого не надо. Вам надо ездить и получать удовольствие. И первый тест. Тест на реветивость, скажем так. 100 метров. И стартует у нас наш замечательный Фиат Сидичи. Казалось бы, какие впечатления может устроить полноприводный хэтшбэк с двигателем в 1.6 литра? А вот такие. Кстати, полный привод здесь отключается. А на переднем можно и поджигать, и покататься с Юзом. И продемонстрировать маневренность этого далеко не маленького авто. Но ни одна малолитражка, за исключением автотазиков классической серии, сходу в пампасы не поедет. Магическое нажатие кнопки, благоразумный, не клювообразный пижовский передний свес, отсутствие заднего, клиренс и без проблем. Превращаемся в мини-джип. Почему подкол пижо? Ну, у ВАЗа, понятно, фиатовские корни. Ну, а у 41-го москвича французские. Девятка мордой не клевала. А у 41-го такая особенность была. Но в данном случае это к делу не относится. Для утилитарных целей выбираем Сидичи. Самое интересное, что вам не надо быть автомобильным экспертом, не надо быть реалистом, чтобы понять, что это за автомобиль. 1.6, как мы крутились? Неплохо. Включили полный привод, покатили туда, куда обычные малолитражки с двигателем 1.6 не едут. Что касается внутреннего оснащения и как машина выполнена. Сейчас все машины сделаны достаточно грамотно. Фиат, Фиат рулит. Вот еще и Фиат обидится на Формулу 1 за то, что там начинает конкурировать странным образом. То есть двигатель 1 на весь сезон. Это как так? В общем, я за Шумахера. Я за Фиат. Что здесь? Здесь все то, что нужно. Не надо лишних инструментариев. Не надо лишнего. Это машина для тех, кто любит ездить, любит ездить с комфортом и у кого над головой есть еще пространство. Есть понятие дегустации, а есть понятие вечеринка. На дегустации выбирают лучшее. На вечеринке съедают все. Еще добавки просят. Так вот, этот тест-драйв от Автограда – это вечеринка. Фиат Гран-де-Пунто появился и во многом благодаря славе Форду Фокус. Недорогой автомобиль, грамотно выполненный. Ну и сейчас это действительно конкурент Форду Фокус. Фиатов Гран-де-Пунто в городе очень много. Что это за машина? Эту машину мы не будем тестировать, как мы это делали с Седичи. Но мы вам покажем эту машину в тот момент, когда я положу стрелку спидометром. Ну что ж, машина действительно легка в управлении. И машина имеет роботизированную коробку. Видите, небольшие протормаживания, когда скорость переключается. То есть, в принципе, это механка. Только вот все пять скоростей переключаются. Я не должен об этом думать. Очень впечатляющие показатели для небольшого седанчика. Вот уже и 170 км в час. Надо ли ехать дальше? А ну попробуем. И мы стараемся установить топ-рекорд скорости на Фиате Гран-де-Пунто. До этого еще не делал никто. Покатушки все были какие-то несерьезные. Теперь я даже в поворот вхожу и держу машину одной рукой. То есть, управляемость потрясающая. Поворот, кстати, не кисленький. Мы тут недавно в форуме объясняли, можно ли ли это делать. На переднем приводе – да. На хорошей резине тоже. Ну и вот наш заключительный участочек. И вот мы летим. А тем временем, а тем временем стрелка спидометра плавненько так подходит. 180 км в час. И не надо повторять, особенно без хороших навыков, такие гонки. Потому что, потому что нас бы уже три раза лишили прав. Ну что, реально, реально мы доказали. Все то, на что эта машина способна. Все то, что описывается в инструкции. Ну и немножко пройдемся по интерьеру. И в интерьере этого автомобиля я не вижу ничего дешевого. Сверх дешевого. Вообще сейчас нет таких дешевых автомобилей, которые вам бы надоели. Которые бы, ну, скажем так, вызывали некоторый негатив. И Fiat сейчас полноправные народные автомобили. А вот, что касается других народных автомобилей. Ну, скажем так, с грустью расставаться с Fiat я не стал. Потому что есть еще и право. Сложно сказать, кто здесь добавил остринки. Но восточные специи, как-то полный электропакет, коробка автомат, кондиционеры, климат-контроль. Люксовые требования для малолитражки добавили тагазовские корейцы. Когда вы покупаете автомобиль, вы должны точно знать срок окупаемости вашего авто. Некоторые автомобили никогда не окупятся. Потому что амортизационный износ у них, ну, просто потрясающий. Согласитесь. Выехала новенькая Volvo, допустим, из дилерского центра. И потеряла сразу 15% цены. Вот эти автомобили. Я примерно посчитал. Цена вопроса 460 тысяч рублей. Hyundai Elantra. Так вот эта машина, даже в среднем, если будет терять в год по 500 долларов, то она вам прослужит спокойненько так. Прослужит 15 лет. Теперь, что меня особенно поразило, и почему я, ну, скажем так, задавался к вопросу, когда появятся малолитражки, корейские малолитражки на автомате. Так вот они появились. Ну и всем, конечно, интересно. Много это или мало. 1.6 на автомате. Этот тест мы посвятим, посвятим тому, как может кореец ехать с двигателем очень экономичным на автомате. Кстати, в этом корейце и в пику приори, и в пику фекалине. Да, и немножко тут... А почему бы и не пройтись по Deo? Что, нельзя было совсем уж машину переделать? Надо было только фейслифтинг и жоплифтинг сделать, что ли. Так вот, эта машина фирменная и стильно выглядит. В этой машине две подушки безопасности. И я вот даже в процессе езды только подгонюсь. Да, вот для меня прилично место. Текущий расход топлива. Давайте посмотрим. Здесь есть и такое. Здесь есть бортовой компьютер, который нам указывает, что вот сейчас мы на скорости 80 км в час. Сейчас он немножко обнулится, потому что машина стояла, и нам нужны необходимые более точные сведения. Вот единственный, пожалуй, недостаток, который бы я назвал, этого автомобиля, это невозможность обнулить и показать текущий расход топлива. Потому как в пробке, а вы обязательно попадете в пробку, ваш расход будет правен в бесконечности. Ну, а теперь мы вышли более-менее на правильные значения. И при скорости 80 км в час текущий расход топлива на автомате. Автомат, вы должны знать, ест топливо чуть-чуть больше, чем механка. Так вот они, из Хомы 9 литров. Это мы выбрали среднегородскую скорость перед вмещением. Если ехать побольше, ну вот, допустим, поднять. Кстати, очень приятная индикация спидометра. Нормальные корейские, такие крупненькие, цифры хорошо читаемые. И голубая подсветка. Не могу вот красную подсветку не переваривать, извините. Ну вот мы вышли на 90 км в час. И текущий расход уменьшился до 8 литров. То есть, в принципе, очень нормальный, экономичный, грамотно выполненный автомобиль. А, да, кстати, пока не забыл. Этот автомобиль вы можете купить по президентской программе поддержки отечественного автопрома. Вот такого отечественного автопрома. Я не понимаю фекалину, я не понимаю приору. Ну зачем? Нормальный, грамотный автомобиль на 15 лет слив. И больше. Честно говоря, катались мы неоднократно на Hyundai Sonata. И теперь уже воду споем Тагазу. Да, 5 автомобилей выпускает великолепных, кстати. Что касается локализации производства. Делается все, все в России. Ну давайте померяем в легких вот этот автомобиль. Я любитель больших машин и больших двигателей. Итак, длина этого автомобиля. Ну там, приличная моя длина. Взрослая. Конечно, на этом автомобиле, блин, пасхальный, закрыли дверь уже. И такая штука есть. Как door lock, unlock. А это уже по-серьезному. Конечно, на этом автомобиле можно ехать и сзади. Ехать-то как вкусно и шоколадно. И голова-то ничего не упирается. Ой. И вылазишь спокойно. В этом автомобиле и на этом автомобиле. Заводы уже стоят. Штампованные диски на 16. И резина очень серьезная. Пирели. И зайдя в кокпит. И усевшись, так как я обычно не езжу. Потому что для меня это немножко далековато. Но здесь есть 3 микролифта. И нормальная регулировка. Что мы тут видим? Мы тут видим климат-контроль. Мы тут видим систему подруливания. Которую можно выключить. И уже погонять. И мы видим серьезный седан. По уровню оснащения. Но ничуть не хуже большинства. Большинства автомобилей, представленных в городе Магнитогорске. Серьезные седаны, представленные в городе Магнитогорске. Ценой вопроса стартуют свыше миллиона. Да, миллион, конечно, надо еще заработать. Этому надо научиться. Сколько мы будем учиться зарабатывать миллион, либо 3-4-5 тысяч евро в месяц. Как это делают металлурги всех стран. Я, честно говоря, не знаю. Но рано или поздно тенденция к этому есть. А пока, пока, ребят, гоняться-то не надо за сверхдорогими автомобилями. Ведь уж смешно становится. Стоит человек. И даже каска, когда ему еще выплата. А сюда, на эту машину. Ну, в случае чего, запчасти можно купить. Их очень много. И они есть в наличии. Голову включайте. Магнитогорцы морщились, матерились, но трудились упорно. Не отказывая себе в вещах насущных. Наверное, так историки опишут конец первого десятилетия 21 века в России. А в списке вещей насущных пропишут автомобили, купленные в Автограде.